В львном канале в Бресте спасатели дежурят 12 часов в сутки. На льду около сотни рыбаков. В выходные дни ожидают еще больше. Днем в Бресте плюс 10 и солнечно, а значит наступает самый опасный период таяния льда. Период интенсивного таяния льда, то есть пропустевая температура, что мы наблюдаем сейчас, обильные осадки, уже нужные средства спасения. В следующий раз берем с собой. Выходить на такой лед без жилета опасно для жизни, но спасательные атрибуты есть далеко не у всех. Запретить выходить на лед спасатели не могут, а потому разъясняют, убеждают и призывают, как могут. Даже вот ваш сосед, например, взяли с тобой от средства спасения, а сосед нет и даже помочь кому-то. Анатолий Крикот и рыбак со стажем приходилось не раз бывать в экстремальных ситуациях, но опасные уроки охоту к рыбалке не отбили. Тянет, тянет, жил ее тянет. Я вчера был на рыбалке, сегодня сюда. Машину поставил, пришел посмотреть, как рыбак ловлят. Дома не могу сидеть. Еще три дня можно выходить на лед. Если такая погода будет, то потом уже опасно. Через три дня вы уверены, что здесь никого не будет? Не, не уверен. Люди будут идти. Особый контингент – те, кто решил согреться на рыбалке популярным способом. Таких спасатели убедительно просят удалиться со льда. Мы бережем ваше здоровье. По поводу спирту мы будем с вами разбираться милиция. Я не знаю. Давайте с нами разберемся. Вы убираете бутылки. Теперь, снова вы сейчас убираете и ходите домой. Потому что ее состояние у вас немножко представляет желать лучшего. И хоть толщина льда пока не достигла критической, больше 15 сантиметров, первые признаки опасности на ледяном покрывале уже есть. Стекола берега, трещины и промойны. Рыбаки, как правило, вы уже видели, это люди более-менее опытные, которые не первый год находятся здесь. Основные факторы риска – это дети без присмотра, которые чересчур переоценивают свои возможности, не представляют той угрозы, которая реально обстоит. И люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, которым, как говорится, вообще море по колено, и им все равно какая толщина льда, и где они могут оказаться через считанные мгновения. Но каждый водоем в стране их тысяч взять под контроль невозможно. Если на грибном канале за обстановкой наблюдают профессиональные спасатели, куда опаснее на безлюдных водоемах. Карьера Красного двора под Брестом – место живописное, но в радиусе 300 метров ни души. Здесь вся надежда на трезвый ум рыбаков. Наиболее опасный период – это период ледостава и интенсивного таяния льда, когда его толщина составляет менее 7 сантиметров. То есть постепенно на территории Брестской области складывается именно такая опасная ситуация, когда становится смертельно опасно выходить на лед. Всего в Брестской области организовано дежурство на 8 спасательных станциях и 20 постах. Каждый день обследуют неохраняемые водоемы. Если сегодня толщина льда на водоемах области считается теоретически безопасной, то в ближайшие дни ситуация может измениться в корне. В выходные и на следующей неделе синоптики обещают стабильный плюс и дожди. А при таких условиях лед тает стремительно. Ирина Никитина, Игорь Хвеченя. Наши новости. Брестская область.